Только два типа людей очень уверены по поводу всего в своей жизни — дураки и фанатики. Так что если вы в замешательстве, это значит, что вы не один из них, а это хороший знак. Полные идиоты, и фанатики всегда абсолютно во всём уверены. Они знают, что попадут на небеса. Единственная проблема в том, что они хотят взять вас с собой. Им нужна компания. Сейчас повсюду, особенно в западном мире, наблюдается такая тенденция, хотя в значительной степени она уже дошла и до городской Индии. Вы хотите определиться. Вот оно. Видите ли, я всё время пересматриваю свою жизнь. Всё время. Стоит ли мне продолжать быть садгуру, или мне стоит стать поваром, вернуться к мотоциклам, или мне следует заняться чем-то другим, или просто играть в гольф, или заниматься чем-то ещё, или просто безденчить. Почему бы и нет? Я всегда рассматриваю такую возможность. Каждый день. И всё же я принимаю решение, что лучше заниматься этим. Да, я не решил окончательно. Я всё ещё обдумываю. И именно поэтому это ценно. Не потому что я давно решил, у меня нет выбора, я продолжаю делать то же самое, потому что застрял в этом. Природа ума такова, что он является разумным и живым, только в том случае, если постоянно пребывает в поиске. Если же ум приходит к выводам и решениям, то это бестолковый ум. Он также бесполезен, как деревяшка. Каждое мгновение он взвешивает, анализирует. Только тогда это активный ум. Просто... Вы делаете выбор. Вы должны быть радостны в своём замешательстве. Вот и всё, что я хочу сказать. Люди сбиты с толку и несчастны, потому что у них есть представление, что они должны быть... Они думают, что все успешные люди чётко определились и приняли своё решение. Нет. Таковы только фанатики и полные дураки. Тот, кто успешен, постоянно держит глаза открытыми для всего и вся. Да? Так что... Это представление, что вы должны определиться в своём уме, это глупая идея. Важно, чтобы каждое мгновение был выбор во всём, что вы делаете. Жизнь становится прекрасной, потому что появляется огромная радость от того, что вы хотите делать что-то прямо сейчас. Я делал что-то, потому что решил так 10 лет назад. Разве так вы сможете получать удовольствие от того, что делаете сейчас? Так что каждый день утром вы встаёте и не знаете, что будете делать. Это идеальный способ вставать. Да? Это не значит, что каждый день вы будете делать разные вещи. Даже если вы делаете одно и то же, это происходит по вашему выбору. Тогда это позволяет вам оставаться живыми во всём, что вы делаете, потому что вы делаете это по своему выбору. И этот выбор вы делаете сейчас. Вы могли сделать один и тот же выбор 10 тысяч раз за последние 10 лет. Это не имеет значения. Сейчас вы снова делаете активный выбор. Это очень важно. Только тогда вы будете оставаться живыми по отношению к жизни. Иначе я сделал свой выбор. Это станет тяжёлым грузом. Я сделал свой выбор давным-давно, поэтому я должен делать это сейчас. Это очень обременительный процесс для жизни. Так что замешательство намного лучше, чем глупые выводы, которые люди делают о жизни. Единственное, вы должны научиться наслаждаться замешательством. Да? Я предлагаю немало усилий для того, чтобы вы были в замешательстве. Да? Потому что появляются всевозможные идиотские выводы о жизни. Всякие глупые умозаключения. Долгое время у людей было такое убеждение, что они попадут в рай. Я сейчас затрону одну неприятную тему. Потому что ситуация с Афганистаном беспокоит всех в мире. Для людей, стремящихся на небеса, не имеет значения то, что они делают на этой планете. Ведь они собираются на небеса. И то, что происходит на этой планете, не имеет ценностей. В любом случае, они попадут в рай. Так что теперь они донесли это до всех. Так было всегда. Просто в большинстве случаев люди не замечают происходящего. Но сейчас, в связи с геополитической обстановкой, они открыто демонстрируют это. Мы отправляемся на небеса, а вы нет. Поэтому смотрите, что мы с вами делаем. В любом случае, я не собираюсь отправляться в ваш рай. Я не собираюсь конкурировать с вами за райскую недвижимость. Вы можете оставить меня в покое? Да? Я не собираюсь на небеса. Поэтому те, кто собираются на небеса, должны игнорировать меня. Не так ли? Но нет, вы не можете. Потому что вы не сможете дышать, если я буду жить. Вы сможете дышать, только если вы избавитесь от меня. Не так ли? И так, подобные вещи происходят потому, что у людей есть умозаключение. Как они пришли к ним? Кто помог им сделать эти выводы? Сейчас я говорю об очень эзотерическом выводе, но такое происходит и в повседневной жизни. Кто-то считает, что правильно вот это. Один единственный глупый вывод. Сколько родителей мучают своих детей? Сколько? Они их любят, но они их мучают, а не ломают их каждый день. Да или нет? Они любят их, они считают их светом своей жизни, но каждый день мучают их, потому что думают, что надо поступать вот так. Почему вы не можете каждое мгновение смотреть, что приносит максимальное благополучие для этого и для всего остального? Почему мы этого не можем? В чем проблема? Итак, если вы не знаете, как сделать этот выбор, если он ставит вас в тупик, проблема в том, что нет любви или приверженности чему-либо. Если есть безмерное чувство любви к чему-то, все эти вещи встанут на свои места. Вам не нужна мораль. Вам не нужны ценности. Вам не нужна этика. Если вы осознанны, вам ничего этого не нужно. Предположим, это невозможно, тогда следующее, что у вас есть, это глубокое чувство любви. Если оно у вас есть, вам, опять же, не нужны никакие ценности, вам не нужна этика, вам не нужно ничего, потому что о том, что вы любите, вы позаботитесь наилучшим образом. Потому что люди думают... Думаю, я прочитаю вам это стихотворение. Потому что люди думают, что любовь — это душещипательные разговоры, все эти «я люблю тебя, а ты любишь меня» — вся эта ерунда, звучащая повсюду. Нет. Это очень глубокое чувство целостности и преданности. Не так ли? Когда вы искренне любите что-то или кого-то, возникает невероятное чувство целостности с этим. Вы никогда не сделаете ничего плохого тому, кого любите, если вы любите искренне. Если любовь — это схема взаимной выгоды, тогда другое дело. Кто else but those whose hearts are soaked in love has held others' well-being above their own? Who have stood up against threats and dangers but for those invested in love? Who but the lovers have been the most willing to sacrifice all that matters and themselves at the altar of love? Love the tenderest and the most resilient of all human traits. Вам нужно что-то построить. Если у вас нет ничего, то возможность этого ума рассматривать и пересматривать все каждое мгновение становится болезненным процессом. В противном случае, это становится фантастическим процессом. Вы должны стать либо осознанными, либо, по крайней мере, любящими. Да? Как только вы это обретете, тогда вы увидите, что ежедневное размышление не будет болезненным. Оно будет очень радостным и чудесным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok